Всем привет! Добро пожаловать на красный вид из Дарьи Мироновой. Еще два игровых дня и мы уходим на паузу. Поэтому в этом выпуске предлагаем вам больше интерактива и развлечений с игроками континентальной хоккейной лиги. Поехали! На этой неделе мы узнали первые фамилии игроков, которые примут участие в фонбэт недели звезд хоккея. Я пообщалась с человеком, который обогнал голосование самого Кирилла Капризова. На момент интервью он еще об этом не знал. Играет по 99 номерам фамилия Грецкий. Алексей, мы ждем вашего рассказа о самом раскрученном и знаменитом игроке Дина Мироновой. Ну, можно сказать, может быть, самый раскрученный, да, но Слава простой, скромный парень. Это видно, потому что я говорю, он в основном молчит. Обычно парень из Гродно, Вячеслав Грецкий, который имеет реальный шанс попасть на матч звезд. Реальный шанс окунуться в атмосферу крутейшего праздника, крутейшего шоу, созданного нашей лигой. Вот он, собственно говоря, разговаривая с ним, он поедет. Я с ним тоже поеду, но на льду будет он. А вы тоже, Алексей, за него все показываете, делаете? Потому что, посмотри, он молчит. А что мне сказать? Ну, как в раду, удивлены, что вообще происходит. Нет, ну, конечно, удивлен. Но я не знаю, как это, ну, на самом деле, еще воспринимать. Поэтому сложно сказать. Откуда все это движение появилось? Как? У нас очень мощное движение болельщиков. Кстати, это видно даже на этом матче. Сегодня за нас приехали болеть целых 200. 200 человек, 4 автобуса, плюс люди приехали своим ходом. Да, это все будет на трибунах. И вот эти вот люди, активное ядро решило выдвинуть нашего белорусского парня. То есть, да, будет много легионеров. А мы решили попробовать все-таки вот реально классно белорусского парня. Вслед за Кристианом Хенклем туда отправить. Ну, мы пока стараемся, пока работаем. Слава тоже работает. Пока не льда, по-моему, чуть-чуть не правда, но... Слава, нужно же готовиться, как-то удивляйте всем. Ну, подготовимся, если получится попасть туда. Да попадете все уже, все готовы. Там капризов первые, мы должны догнать. А после этого видео? Идем. Да, после этого видео точно поедем. Плечоска у вас. А? Плечоска. Ну, просто у нас поприза, вы кудряшки. Ну, у меня тоже кудряшки, но я... Будете кудряшками брать, да? Да, я не знаю, чем это. Что-нибудь придумаем оригинальное. Белорусскими драниками. Будет буллит с драниками. Давайте пообещаем. Слава, сейчас мы пообещаем вместе. Если Слава едет на матч звезд, мы делаем... Слава делает буллит с драниками. Это как? Мы придумаем. Вот ты сказал, а мне потом сделали. Ну, мы будем ехать на боковушке в плацкарте в Москву. Придем. Пока. Будет придем. Да, давайте прогресс. Слава. Что? Умеешь ли ты какое-то отношение? Честно, я уже сам задумываюсь. Все спрашивают всегда. Говорю, нет, нет, нет. А сейчас уже... А сейчас уже не знаю. Уже точно не ответишь. Ну что ж, будем ждать буллита с драниками от Вячеслава Грецкого или Грецкий? Грецкого, Грецкий. А пока мы ждем, чем и как нас будет удивлять. Грецкий, лимитый судья Никита Шалагин заявил, что судьи умеют все делать лучше хоккеистов. Пошла вода горячая. Что вы умеете на льду, чего не умеют хоккеисты? Что мы умеем. В принципе, это мы все умеем, да. И намного лучше, но... Это понятно. Это прям в заголовке. Ну, конечно, да. Но если не считать, что катание и все остальное, то мы еще умеем переговариваться с друг другом по рации. Кстати, очень полезная вещь, что не умеют хоккеисты. Если бы у них была рация, то они могли тоже это использовать. А мы используем это, чтобы помогать друг другу, подсказывать. Но иногда еще обсуждаем что-нибудь. Ну, я ждал такой умный Никита. Я вообще в порядке. Нет, мы можем еще обсудить, и что вокруг происходит. Мы же должны все видеть. Какие глаза, блондинки в каком-то ряду. Ну, это же все прописано. Это вообще интервью. У меня такое впечатление, что... Да, у меня, кстати, тоже что складывается. Вау, окей. Спешл термины у меня что-то на английский лезет. Термины у вас какие есть? Что-то там Р2, Р2, я не знаю. Да, Р2, Р1. Ну, это как бы ничего интересного, в принципе. Р1 и Р2 это сокращенно от рефери. Рефери 1, Рефери 2. Есть еще L1, L2. Это Уайтсман 1, Уайтсман 2. Ну, если вот в приставку играли Sony PlayStation, там тоже есть R1, R2. В основном R1 или L1 это просто те люди, те судьи, которые ближе к моменту, поэтому они 1, 1, 2. А есть телефон с собой? Последняя СМСка от кого? От Дарьи Мироновой. Ты где? От кого сейчас? Мы все это вырежем. Нет, нет, нет. Вау. Должна быть только права. Что делать хоккеистам и судим для привлечения женской аудитории? Вот, вот так вот себя вести. Нет, самый такой ответ, конечно, напрашивается, это то, что без шлема быть. Зачем? И все будут, да, все будут видеть, а так вот, мне кажется, кто приходит на хоккей, они никогда не видят хоккеисты, как они на самом деле выглядят, потому что, когда выходишь, допустим, за пределы арены, тебя уже никто не узнает, потому что непонятно, кто-то был в шлеме, кто-то на улице, и так невозможно разглядеть. А если мы все будем без шлема, то будет интересно. Ну, конечно, это небезопасно, но когда эмоции, кто о безопасности думает, знаешь, все сталкивались с этим когда-то в жизни. Вот такие они, эмоциональные и небезопасные судьи. А безопасно ли закрытыми глазами лезть в женскую сумочку? Игроки Сочи испытали это на себе. Значит так, у нас тема сегодня бьюти-штучки, няшки. Что такое няшки? Сейчас узнаем. Короче, одному игроку, значит, одному игроку важному, кока Сочи, я завязываю глаза. Ну, это Алексей, у нас важный игрок. Не, я обычно все вижу, так что, а ты важный. Ну, давай. Он видит, да? Но говорить не может, да? Нет, почему он может? Он подсказывает, но слова нельзя говорить. Короче, нужно попробовать. Давайте, кто первый? Раз, два, три. Вязываю? Да. Да, это тушь. А он даже даже не вытащил. Вот потому что вы подглядываете. Потому что пользуетесь. Да нет, я не подглядываю. Нет, он пользуетесь. Я сам закрою глаза. Резинка большая. Ой, мне такая нужна. Да он все видит. Да не вижу я. Ну, ладно, я отвернусь. Руку. Ну, а что? И уже все, все, все везде. Леха мастер по сумкам лазит у жены. Или собирает. У него точка растет там на опыте. Аккуратно, аккуратно. Могу рассыпать? Да, надо ему паскать. Пудра? Леша, аккуратно. Нет, не пудра. Еще крем? Нет. Не раскрывай. Так, а что это вообще? Ну, давайте, гадайте. Вот такой, наглость, это вторая часть. Записная книжка, что ли? Может, тебе не жалко? Записная? Книжка записная? Нет, не записная. Ну, книжка. Опа. Там зеркало, да? Ты это называла? Там зеркало, да? Там зеркало тоже есть. Или пудру вот это. Все верно. Это не пудра. Надо дальше угадывать. Румянец. Ну, да. Правильно? Ну, да. Ну, типа, как. Давайте поменяемся. Он все угадывает. Мне интересно. Держи, Леш, ну-ка, ну-ка. Давайте на бар. Так. Зубная щетка. Зубная щетка. В ванной комнате. Одноразовая щетка. Ну, уже сказал даже зубная щетка. Отдельно. Так, это я не буду брать. Это что это за... Вот регионеры ваши не догадывались так делать. Так, это что-то красивое. Тоже открывается. Этим пользуются женщины. Так, открывается, да? Да. Ну, наверное, это зеркальце. Ну, такая похожая штука, которая у меня тоже была в моем варианте. Тональник, типа? Да, да, да. Нет, это не тональник. Ну, или то, что этот. Да, да, вот туда смотреть. Это зеркало. Да. Света всякие разные, знаешь? Тени это. Да. Ну, это как бы на половину только. Все? Нет, ну, защита она. Защита она. Вот сразу зеркальце сказал. Я понимаю, кто королева этой игры? Дезодорант какой-то, души. Аккуратно. Подожди, 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 не этот, не только это. Там цветастая штука такая. Нет. Там это, скин тоже слово вот такое есть. Помнишь, ты мне говорил? Ну, для кожи, чтобы, наверное, темная она такая была чуть-чуть. Или светлая, почему сразу темная? Ну, а как это называется? Тональная, да? Опять что-то тональная. Тональник, что ли? Да. Да, да. Я уже 10 раз тональник назвал. Да. А тебе тоже дают? Вот, я вам тоже подсказываю. У нас последняя минута осталась. Это лак для ногтей. Да? Да. Браво. Молодец. Браво. А вы разбираетесь, берите штучку. Браво. Иногда даже сами девушки не могут ничего найти в своих женских сумочках. Потому что значит профессиональная привычка что-то искать в балу. Игрокам в Сочи мы смогли поднять настроение, а вот у Акбарса, который приехал в Балашивку играть с Вангардом, и так все отлично. Хоккеисты не прочь пошутить над тренерами. Артем, что это? Это передевальная комната. Для вратарей? Так, вратарей передеваться будут. Что такое? Какая у вас оригинальная обморка? Ты играл? Ты играл? Да, я не знаю, нет. Ну ладно вае. Что ты тут такой сделаешь? Подбежите в носу. Будем ждать! Будем ждать! 1-0 Я и прикольно Смеяться над лидерами позволите? Атмосфера, самое главное Добрая Сегодня можно посмеяться, завтра уже нет Планируешь управляться с иностранцами? А у меня с английским все время Good Just a little bit За сегодня все Любите хоккей, живите хоккей Поддерживайте любимых игроков и команды Увидимся в прекрасной жизни Субтитры сделал DimaTorzok